всем привет вы на канале fighter tv и сегодня у нас обзор на перчатки клиент спешу В красно-черном варианте 12 унций, Made in Thailand, BGVL7, Red and Black. 12 унций в красно-черном формате. Это не новинка, но и не самая старая модель перчаток Twins. Почему выбираем именно ее? Потому что она является нестандартной, но и не сильно дизайнерской модели. То есть видите, здесь просто красная вставка и черная вставка. Черная вставка по пальцам, красная вставка посередине. Ну и форма нечто среднее между стандартной классической моделью и уже дизайнерской, так скажем. Я считаю, что это некая серединка между самой простой моделью классической и сверх какой-то дизайнерской моделью, типа камуфляжного цвета. Есть там красно-черный с переливами, есть цвет фнагов, не знаю, там российского фнага, таймянского фнага. Есть там с когтями специальный дизайн. То есть это уже такой, знаете, индивидуальный для каждого. Здесь нечто стандартное, но с небольшим элементом, так скажем, с небольшой разницей, да, то есть с переходами от черного к красному. Итак, перчатки идут в упаковке. Вот так перевозят Twin Special свои перчатки. В отличие от моделей, допустим, Yukao, эти перчатки компонуются, комплектуются так, что одна перчатка, вот видите, одна перчатка заходит на другую. То есть вот палец перчатки заходит в кисть, и эта часть тоже заходит в кисть. То есть если взять экипировку Yukao, перчатки там переводят немножко по-другому. То есть вот эта часть, она уходит вниз, тем самым большой палец вообще не касается, не касается кисти, а выходит немножко вперед. То есть кисть находится вот посередине, тем самым перчатка, может быть, не сжимается, то есть она находится отдельно друг от друга. Но Twin Special выбран именно такую транспортировку, поэтому мы имеем дело с таким видом. Итак, сверху у нас пакет запечатан, как обычно, азиатский скотч, все это стандартная тема, крест-накрест, они лепят здесь порядок достаточно прилично скотча. Ну и с другой стороны, точно так же все скотчем. Вот мы вскрываем следующим образом. Беру перчатку, поддеваю ее снизу и начинаю потихонечку, так как эта модель все-таки мне принадлежит, а спортивному магазину Shop Fighters, ссылочку добавлю в описании. Мне нужно очень быть осторожным, так как эта перчатка ищет своего покупателя. И максимально аккуратно я попытаюсь ее открыть. Вот так, вот так снял. И здесь снял. Там на серединку. Вот перчатка, первый раз в моей руке. Что я могу сказать? По весу. По весу это достаточно легкая. Она очень легкая по весу, в отличие от Юкао, от Венома. Перчатка Твинс. Значительно легче. Так что я вижу кожу. Даже могу сказать вам, кожа премиум масла, да? То есть, как по мне, это яркая красная кожа передо мной. Черная. На ощупь очень приятный материал. Вот эта перчатка, прям ты ее гладишь, она, не знаю, непередаваемые ощущения. Чувствую какую-то энергетику даже, если честно. Что вот эта вот Твинс, конкретно компания Твинс, она делает серьезные вещи уже на протяжении многих лет. И по ощущениям, по ощущениям, перчатка монолитная, такая скомпонованная она. Никаких жидких моментов таких нет, знаете, я кручу, допустим, и какой-то момент там, не знаю, легко продавливается. Или немножко такая она несобранная, так скажем, такого элемента я не наблюдаю и не ощущаю. Достаточно такая собранная перчатка сама по себе. Пена, я вам так скажу, резать, конечно же, я перчатку это не буду, да, как делают некоторые обозреватели на YouTube-канале. Ну, спасибо им за это, что они все-таки, ну, резали, естественно, не целую перчатку, да, не новую, БУ, но, тем не менее, перчатка, есть, есть видео на, в интернете, как режет перчатку Твинс. И я вам сразу могу сказать, что здесь тройной слой, то есть верхний слой, это кожа, настоящая натуральная кожа. Далее идет слой пены, при этом не просто ровный слой, а он идет больше на большой палец, то есть усиление на большом пальце здесь идет. То есть здесь достаточно больше материала, значительно больше материала, чем на мизинцевой части. Далее идет еще одна просмойка и еще одна просмойка. И после этого еще вот в этих областях, вот в этой, скорее всего, области, хотя может быть здесь уже другой материал, здесь вообще вата, так скажем, да, набирается вата специальная тоже. Здесь, как мы видим, на перчатке с боковой части, да, это левая перчатка, на боковой части здесь еще одна, один элемент защитный находится в виде такой трубки. В виде трубки, я так помогаю, да, это все-таки может быть защита от лоу-киков, от миддл-киков, от хай-киков. Когда вы держите перчатку так, попадает удар сюда, он смягчает тем самым этот элемент, он смягчает удар сам по себе. Далее, на запястье написано «Handmade», ручная работа, Twin Special, First Quality, первая технология, то есть как бы наивысшая первая технология. «Genuine Lethe», «Genuine Lethe», «Genuine Lethe», «Genuine Lethe», «Здравствуйте», «Шараворова» и «Города», «Документы», 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 «Can I see your ID, please», «Can I see your ID, please», «Не, не понимаю». Кожа, я, к сожалению, не разберусь, что это такое, но факт в том, что это кожа тайна, 12 умций, посмотрите, также на кисте нарисована. Здесь фирменный ноготип Twin Special, их сайт, все это пришнуровано, прикреплено на запястье. Вот дизайнерская, да, с точки зрения дизайна, да, посмотрим, посмотрите. Здесь идет красная вставка и она прошита красными нитками с одной и с другой стороны. Ноготип Twin Special на руке и идет вот этот вот дизайн, да, необычный. Такая волнистая линия, идеально ровно прошита с обеих сторон. Большой палец фиксируется специальный, ну, это просто кожа, грубо говоря, которая фиксирует большой палец и сам кунгак, да. То есть, чтобы сильно палец не отходил, не гулял, то есть пальцем вы, в принципе, не можете отодвинуть большой палец от перчатки. Сам он будет постоянно у вас быть рядом с вашим кунгаком. Думаю, что это сделано для того, чтобы не было травм большой палец, чтобы здесь не было разрыва, да, чтобы, когда бьете, чтобы большой палец вот так не торчал. Далее, что я еще наблюдаю? С этой стороны большой палец также пришит к основной части, но плюс еще есть такая вот вставочка. Получается тоже кожаная, уплотненная такая, достаточно уплотный материал, тоже здесь специальная дуга. Я покажу поближе в дальнейшем. Это просто свои ощущения, которые наблюдения, которые я сейчас вижу перед собой. То есть, я думаю, что это все-таки для усиления сделано, чтобы большой палец максимально крепко держался и не отвалился, так скажем, от основной части. Далее дуга посередине, это дуга, которая держит ваш мучаться, вы ее берете в руку и фиксирует, кунгак фиксирует ее с внешней стороны. Вот такая вот дуга идет, выполнена в красном цвете. Материан, к сожалению, я вам не скажу, но это все, весь этот патериан, который используется в компании ЦИНС, является действительно наивысшим качеством. Поэтому даже не задумываюсь о том, из какого-то плохого материана это выполнено. Нет, 5 отверстий вентиляционных, стандарт, кстати, часто встречаются в ЦИНС, конкретно вот здесь 5 отверстий, и все, больше нигде отверстий нет. Как вы видите, нигде, даже ниже, выше, на большом пальце нет никаких отверстий. Так, ну что, пожалуй, будем скрывать, будем открывать. Отличительной, особенностью перчатки ТВИНС является то, что у них липы надежные. То есть я сколько перчаток уже не встречал ТВИНС, липа у них действительно на много лет, и она вас не побеспокоит. Встречал много людей, которые ходили в перчатках Йокао, и все-таки в итоге отдали свое большинство, для нас слов, все-таки компании ТВИНС, хотя обе компании находятся в Таинланде, являются передовыми на рынке. Итак, я открыл липу, как я вам сказал, она по всему запястью расположена. То есть это прям полноценная, хорошая липа, она идет полностью, полностью по всему запястью. Ну где-то сантиметров может быть 20 липа, то есть по длине. И само запястье полностью выполнено точно так же из обратной стороны липы. Я так понимаю, ТВИНС действительно уделяет внимание, это серьезное внимание липе, потому что действительно это наиболее, что нужно, наиболее используется. То есть часто вы постоянно снимаете, надеваете перчатку, снимаете, надеваете, из-за этого липа должна быть надежная. Итак, пробую надеть. 12 унций, повторюсь, я вешу 70 кг, мой рост 178 см, и размер моих перчаток обычно 12 унций, и поэтому я демонстрирую 12 унций, у меня перчатка надевается до, не знаю, чуть больше середины, наверное. То есть это прям вот так вот, оп, и легко. А дальше мне необходимо немножко ее надавить на нее и немножко рукой поработать. Все, вот теперь перчатка полностью на месте, посмотрите, особых усилий я не приложил. Достаточно плотно сидит рука, то есть у меня обхватила полностью перчатка, обвонотна мою руку, особенно вот эти части передние, то есть фананговые части, самые первые, указательный, средний, безымянный и мизинец. Здесь большой палец зафиксирован также, самое максимальное сдавливание идет на кончике и небольшое сдавливание вот здесь идет. Кисть, кисть сама по себе, ладошка, вообще не сдавливается сильно, потому что здесь отверстия, как я вам уже сказал, вот они. Здесь вообще воздух выходит. То есть здесь вот самая мягкая часть, посмотрите, в отличие от венома, здесь вот никаких вот дополнительных вставок нет. То есть также вот, вот если здесь, это, конечно же, уязвимая часть. Веном здесь делать небольшую вставку, типа такой, вот как здесь сбоку, еще вот здесь вот дополнительные внизу есть. Компания ТНС такого не наблюдается. Далее фиксирую кисть. Раз. Ну, достаточно неплохо зафиксирована кисть, посмотрим, гуляет рука или нет. Ну, вперед, вперед значительно гуляет, назад, назад я не могу ее разогнуть, что здесь уже липа и вот эта вот часть пена, да, то есть конкретно просмойка вот задняя, она мешает перчатке очень назад. Так, ну вот так вот перчатка выглядит, посмотрите, на моей руке. Достаточно красивый дизайн, но это, конечно, все так скомпоновано, все так, на самом деле, монолитно и плотно все облегает. Руку я сжать до конца могу, то есть полностью сжимая ее, в отличие от любительских. Это, кстати, любительские перчатки, посмотрите, ТНС, сделанная так, чтобы я кунак мог сжать. Есть любительские перчатки клинч, к примеру, которых очень тяжело сжать кунак, да, любительские, которые используются на ринге клинч, точно так же не сжимая кунак здесь полностью, вот я могу сжать его до конца. И вот эту вот как раз дугу я полностью схватаю в руку. Итак, сейчас я продемонстрирую данную модель чуть ближе и расскажу так же более подробно. Достану вторую перчатку и, как обычно, по нашей стандартной тематике мы их сейчас взвесим. Сколько же весит данное волшебство? Итак, у меня в руке камера, и пока что перчаточки поможем сюда. Найдем перчатки сюда и встаем на весы. 71,55. Теперь берем данные перчатки. 71,55. И завешиваемся повторно. 72,55. Пожалуйста. Значит, я могу сделать полноценный вывод о том, что данные перчатки весят 1 кг. Это примерно, даже не примерно, это точная цифра, точная цифра, что они весят 1 кг. То есть можно сделать вывод о том, что, ну, естественно, вам прибавится, да, 1 кг веса при работе в этой модели. Плюс у вас будет защита на голень, бинты, капа, шлем, защита паха на накутнике, на коленнике. Ну, и всего, я думаю, если все в твинг спешим у вас будет, то прибавится, к примеру, на 3 кг, на 4 кг максимум. Конкретно с этой моделью, если вы боксер, 1 кг добавляем к вашему весу и добро пожаловать. Значит, вот она наша красавица, моделька Twin Special, черно-красный материал. Итак, ближе смотрим. Вот, пожалуйста, данная нитка, про которую я рассказывал, идет вдоль себе перчатки в англесной линии. Переходим на запястье. Здесь негатив Twin Special вшит, просто максимально вшит в кисть. С этой стороны также все прошито, посмотрите, очень идеально прошито. Я прям не нарадуюсь, как Twin Special это делают. Ни одного косяка здесь не используется. Ни разу я не видел, чтобы Twins подводил в материале именно прошивки. Далее, с другой стороны, посмотрите, First Quality, что я и говорил, Handmade, Lipo, материал кожа, настоящая премиум класса. Данная вставка, про которую я говорил, от Middle Kick. Далее, пять отверстий, дуга, которая внутрь, вы фиксируете, так, тем самым руку. Здесь, как раз, вот, идет шов сшивая. Сшитие идет вот этот, вот этот, вот, кстати, шов, вот этот вот внешний, да, здесь идет, видно, что нитка. А здесь уже внутренняя прошивка идет, с этой стороны. Все это ручная работа. Здесь, естественно, кожа немножко зажевывается, так скажем, да, внутрь. Ну, как это идеально выглядит, как это идеально смотрится. Так, далее, скрываем, скрываем перчаточку. Так, на левой, на правой, получается, модельки. Здесь у нас Made in Thailand, модельки BGVL, same red and black, twin special, twin, фирменный ноготип, фирменная бирка, twin payment, diversity, refinement. Это все на английском языке используется. Вторая перчатка абсолютно идентичная, мы ее показываем, не видим. Внутренняя часть, посмотрите, мы максимально можем зайти, куда? Это вот, в запястье. Смотрите, как она выглядит изнутри. Здесь также, опять же, бирка находится, на которой написано Made in Thailand, Made in Thailand, леса, опять же, вот эта кожа, которая используется здесь. И внутри, это достаточно мягкий материал, мягонький, нежненький, видите, на ощупь он вот так вот, значит, звуковой момент. Вот такой вот материалчик здесь. Я бы вам сказал, он легкий сам по себе, сразу видно, легкий на ощупь, легкий на вес, абсолютно легкий материал, очень мягкий и приятный на ощупь. Вот это будет внутренняя часть данной перчатки. Дальше мы, ну, естественно, имеем дело с абсолютно таким же материалом, который здесь внешне изображен. Станусь их протестировать на наших снарядах. А тестировать мы будем их, как обычно, на снарядах фирмы Prince Special. Абсолютно такая же фирма, посмотрите. Кожа-заменитель, снаряд набит резиновой крошкой, далее резиновая крошка. А этот, кстати, выполнен, этот выполнен снаряд не из резиновой крошки. Здесь конкретно ветош, только ветош, резиновая крошка, резиновая крошка, резиновая крошка с ветошью, резиновая крошка, а, ветош. Здесь у нас ветош, этот снаряд из ветоши и этот снаряд из резиновой крошки. Я, кстати, набиваю снаряды профессионально, так что обращайтесь, я могу вам продать снаряд как с наполнителем, так и без наполнителя. Наполнитель абсолютно любой. Резиновая крошка, ветош, перемешка, резиновая крошка, ветоши. Кстати, рекомендую вам именно последний вариант резиновая крошка, ветоши. Но сейчас не об этом, друзья. Я надеваю перчатки PIN Special, натуральная кожа и работаю на снаряде. Продолжаю вам посмотреть, как это выглядит. Продолжение следует... Вангам, на мой YouTube канал, Пайтер ТВ. Продолжение следует... Это был обзор на перчатки PIN Special, натуральная кожа, производство Тайнант. Купить эти перчатки вы сможете в магазине Shop Fighters. Ссылочку добавлю в описании. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. С вами был Артем Шубин, Fighter. Ссылку также на мой Instagram я добавлю в описании к видео. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok